Моя главная цель как продюсер выбирать артиста, который просто как профессионал доказывает всем, что я буду звездой Как было бы интересно быть продюсером Потому что я бы выбрал столько много Так тому и быть! Для того, чтобы стать другим, нужно каждый раз Ежеминутно, ежечасно убеждать в этом Всех, кто находится рядом Как только ты перестанешь в этом, не бойся Ты перестанешь в их темпе Это лучше, чтобы в чем в Курку не зайти В этом можно только мечтать Я думаю, что именно сейчас началась моя жизнь Это нереально круто, и мы выиграем этот проект Мы все-таки выбрали достаточно талантливых ребят Но это не значит, что им не нужна моя подсказка И мой вот этот штрих Люди, они не похожи друг на друга И разные темпераменты, и разные диапазоны И они все очень разные Хотя бы даже один, если попадешь из этих артистов Начинающих в ряд популярных артистов Я считаю, что это уже будет победа Вот это вот полноценное баллонение Оно, знаете, вот просто висит над нами всем Мы с Валтером Сити мы думаем Кому подмазал Миладзе, что у него такие номера вообще Дробыш поставил вас в такую ситуацию Совершенно невозможно Я не понимаю, что делать Мы вынуждены вас просить назвать имя полуфиналиста Нет, пожалуйста Или всех, или никого Добрый, добрый, добрый вечер всем Привет, привет, привет В эфире телеканал Россия В эфире самый крупный музыкальный проект нашей страны Главная сцена Мы продолжаем выбирать лучшего артиста нашего проекта Их было 180 Осталось 60 Это я о наших участниках говорю Число которых продолжает сокращаться с неумолимой скоростью Отборочные туры позади Начинается этап четверть финалов Наставники поделили свои команды на тройки И сегодня победитель каждый из троек проходит в полуфинал Таким образом, после четырех четверть финалов Количество претендентов названия «Лучший артист страны» сокращается на треть Ну, почти на треть, Григорий Ведь спешу напомнить, что в четверть финалах Каждый из наставников имеет право спасти одного выбывшего участника Забрав его к себе в команду Вот они великие и ужасные Продюсер и композитор Игорь Матвиенко Он отвечает на нашем проекте за направление фьюжн Продюсер и композитор Заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе Его команда отвечает за направление на его классика Продюсер и композитор Двухкратный обладатель премии Грэмми Уолтер Афанасьев Теперь он отвечает за направление Мировые хиты Самый веселый и лучезарный наставник Заслуженный артист России Виктор Дробыш Он отвечает за направление поп и поп-рок Ну и наконец Продюсер и композитор Максим Фадеев Он отвечает за направление Индиго-мюзик Григорий, не будем долго запрягать И первыми участниками Которые начнут сегодня борьбу за первую путевку в полуфинал Станет тройка из команды Уолтера Афанасьева Вот их имена Яснель Наварру Группа Фоллбит РФ И Олеся Патакова У тебя все работает круто То есть профессионально А не хватает сейчас лично тебя Мне много раз говорили, что я не настоящая Что я не такая в жизни От наряда зависит мое настроение Иногда мне хочется одеться во что-то яркое С блестками, туфли А иногда мне хочется просто одеть джинсы, футболку Выйти на сцену, потому что я так чувствую Нельзя просто взять, нацепить костюм И типа, все, я артист, одел это Обязательно надо, чтобы ты был в этом образе Я, если честно, я раньше не знала Вот такой Уолтер Афанасьев Честно говоря И если честно, я не знала, что именно этот человек Написал чуть ли не весь арбом Води Хьюз Ку певицу, которую я просто боготворю Мне кажется, может быть Хиро Я буду выступать в тройке вместе с Холтбит и с Еснаэлем Наварро Не, ну мне приятно сказать, что меня брак с такими артистами поставили в тройку Но я понимаю, что шансов меньше и меньше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И если честно, я не могу сказать, что я не знаю, что это было Субтитры делал DimaTorzok 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 Но ты сама знаешь, я обожаю твой голос, обожаю тебя, но, может быть, не пошло сегодня в нашу сторону. Спасибо большое, Олеся, мы вас провожаем. Пока. Песня спета, мнения услышаны. И на очереди следующий участник из великолепной тройки Уолтера Афанасьева. Это группа Folk Beat RF. Встречаем. В нашей группе уже два года. Мы встретились в Гнесинке, увидели друг друга. Это была любовь с первого взгляда. Ой, 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 летите на небо вместе, а на улице дождик силен. Было ощущение, что ты просто вышел и уже ушел. И что было, то что было. Как будто секунда прошла. И еще непонятно, кому петь. Впереди жюри, сбоку продюсеру, с другого, сбоку продюсеру, кому петь. Люди, где вы? Такая из глубинки настоящая песня. Настоящая. Я... Да-да-да-да-да-да. Существенно, на улице дождик это очень древняя, старинная, красивая песня. И она была оценена. Значит, все-таки не зря мы сюда пришли. И вообще не зря все это начиналось. Вот эти терцы, гармоника, ну, народные. Да. Это мне нравится. Волтар. Мало того, что он очень деловой, он знает, что подсказать, где, как посоветовать, что он еще очень открытый, душевный, очень человечный. Это было удивительно, потому что вроде бы разные менталитеты, да, он все-таки живет в Америке, мы здесь в России. Ну, я никогда с такими не работал, не участвовал в таком плане. Значит, это для меня будет, ну, немножко страшно. У нас очень необычная в этот раз песня. Она известная. Ее знают. Да, ее знают люди, но мы ее преподносим в необычном для них ключе. Новая грань энергетики народной песни. Новая грань энергетика 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 Ушка-тванюшка по гореньке покаживая Вот свои крупы наивные речи разговаривая Ушка, ты меня сюда, дружка, да высушила Ой, без морозу, без огоня, сердце вытопила А ох уж ты парушка да параня Ты, ты, ты любишь Ивана Я, я, я люблю Ивана За что-то лопушка Кудрява Кудрява, кудрява, кудрява Волк Бит РФ Превосходно Во-первых, все их движения Вот они такие модные При всей своей народности внешней Дудочках этих Девушка, спускайтесь Чувство ритма, чувство такта Правильно выбранная песня У меня здесь просто сын Иван сидит Мне даже приятно Ну-ка, сними шапку, Вань Вань, шапку сними Кудрява, да И вдвойне приятно прям Виктор, вам понравилось одним стилем? Очень Несмотря на такой большой стаж работы И стаж сидения на разного рода кастингах Не устаешь удивляться просто Откуда берутся такие Все новые и новые Удивительно совершенно талантливые Музыкантища Если бы это сделали бы парни Это было бы круто Но то, что это делают девушки Это настолько вкусно Настолько Прямо модно Настолько креативно Что Ну я Я бы у вас Честно говоря Взял бы пару уроков Просто По По такой По такому видению Народной музыки Я Правда Просто Как Как один из Многочисленной публики Просто Вами восхищаюсь Ну Мне как вообще Апологету Так сказать Русской культуры Конечно Мне это все близко И Спасибо вам большое Что вы Экспериментируете С этим стилем Круто, 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 круто Спасибо Спасибо Блестяще провожаем Наши участники Репетируют круглые сутки Встречаются с наставниками по несколько раз в день И каждую минуту думают о победе в проекте Наблюдать за их подготовкой к эфирам Вы всегда можете на нашем официальном сайте Сцена.тв Будьте в курсе всего Что происходит за кадром А мы Встречаем участника Ясны Наварро С детства я боялся что-то Я никогда не смогу петь Так получилось что-то с детства у меня было очень слава горло Я не смог петь Не смог дальше говорить Очень легко Несколько минут с Кен общался Я терял голос Лишился Я не смог найти какие-то отвлечения У нас не было Таких возможно Каждый раз я слышал музыку Я не смог под нее петь Это Было ужасно Я очень благодарен на главную сцену Что он меня дал такой шанс Что я сегодня Сижу В рояле 1.1 С таким человеком Валтер меня уверит Я дал свой авторскую песню Я сегодня готов на 200% Ты И Я завыш Я Я Я Л Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Яснель Наварро Прозвучала песня Уолтера Афанасьева Слова на испанском Уолтера Это, видимо, не вы писали Я даже не знаю А почему ты так думаешь? Вы знаете испанский? Нет, абсолютно нет Начинаем обсуждение Хотелось бы узнать мнение наших профессиональных наставников У меня было ощущение, что, знаете, очень красивую и талантливую морскую рыбку Пересадили из соленой, привычной ее воде, в речную воду Тоже очень хорошую, кристально чистую, но вот это не ее среда И поэтому артист пытался дать вот то настроение, которое совершенно гениальное произведение, конечно Для меня вот здесь тоже открылся автор Уолтера Афанасьев Я даже не знал, что он такое количество написал замечательных песен И я очень рад, что наконец Россия узнает своих героев Но не суть Вот это ощущение было, что немножко не ваша эта фактура Хотя, конечно, вы великолепно поете Значит, сидя здесь, уже, так сказать, в четвертьфинале Хочется говорить о том, что когда певец поет в ля миноре соль диез Он все-таки чуть ближе к ля, нежели к соль Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Хочется говорить о чем-то высоком, настоящем музыкане Когда парень полторы минуты пытается поймать вообще тональность и уследить за мелодией Мне становится жалко его, жалко себя А еще очень жалко, что мы тратим драгоценное время Мне точно так же показалось, что это просто не его история Он же кубинец, господи, у них же, ну, другое А не из другого теста Ну, что я могу сказать? Давайте я сначала по-английски объясню Я снял, потому что мы немножко сейчас понимаем друг друга лучше на английском языке Я снял Не слушай этих, которые рядом со мной Поехали в Калифорнию У меня есть два билета на бизнес-класс Я не могу поехать в Калифорнию, я кубинец Прости, Валтер, но у меня есть девушка, я не могу уехать Я снял, что я не спал несколько дней Мучился, нервничал, но все уже позади Я не могу говорить название этой группы То ли ФБР, то ли РФ, ну, что-то такое В общем, девушки-битбоксеры Итак, Игорь Матвиенко отдает свой голос группе Фолкбит РФ Костя Миладзе Ну, тут для меня очевидно все Я тоже за Фолкбит, но только с рекомендацией одной Все-таки переименоваться Константин Миладзе отдает свой голос группе Фолкбит РФ Максим Фадеев Да, для меня то же самое все очевидно, Фолкбит Фолкбит РФ Я считаю, что на русской сцене для российской аудитории Мне надо просто выбирать Фолкбит группу Единогласно Увы, мы прощаемся с прекрасным кубинским исполнителем С прекрасной девушкой Алиса Мадакова прошла все этапы Но, увы, в полуфинал Спасибо им большое Дороги нет И поздравляем группу Фолкбит РФ На очередь тройка участников из команды Максима Фадеева Вот ее состав Это Сева Ханагян Юлия Паксина И Игорь Пиджаков Встречаем Я постоянно скучаю Я каждый день до этого видел своего сына Видел свою жену Вот они были рядом Я играл с ним, еще что-то Ну, понятно, конечно, я скучаю Музыка — это такая вещь, которая не может быть на втором плане И если ты занимаешься музыкой, то ты обязан ей заниматься вот сейчас Проститься Нету сил, закрываю Один момент Произошло вообще все, о чем я только мечтал То, что я играл сам на рояле Потому что до этого я никогда этого не делал То, кто-то мне будет поправлять стойку, а именно дроби Шифадеев Не знаю, почему они так сделали, но это было очень круто У вас уже есть крутой клип Можете скидывать в YouTube эту запись Тем, с кем мы совпадаем, ощущения Те получаются симпатично А те, кто нет Сами по себе Ну, тут уже как будет судить зрители Все было на самом деле очень просто Когда мы выбирали песню на четвертьфинал Пиджаков, ты поешь «Зажигай солнце» Все, мы выбрали песню на четвертьфинал Олег Некрасов все время является движущим звеном Будь то 6 утра, будь то 4 ночи Ему плевать, он всегда на связи Он всегда с нами, он всегда нас поддерживает Он всегда где-то рядом Я боюсь подвести себя в аватар Ветер, метла, мокрый асфальт Подметает Дерево цвет Яркий ветраж Разбивает Ты далеко Стань Светом Моим Пусть не легко Зажигай солнце Зажигай небо Я лоплю осень На губах снегом Зажигай солнце Зажигай небо Я лоплю осень На губах снегом Буквы газет Чей-то портрет Под ногами Под ногами Были вдвоем Но навсегда Опоздали Ты далеко Ты далеко Стань 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 Светом Светом Моим Пусть не легко Зажигай Зажигай солнце Зажигай небо Я лоплю осень На губах снега Зажигай солнце Зажигай небо Я лоплю осень Я лоплю осень На губах снега Зажигай солнце Зажигай солнце Зажигай небо Зажигай небо Я лоплю осень На губах снега Я лоплю осень На губах снега Браво Игорь Молодец И мы сейчас узнаем Привет Мнение наших Профессиональных Наставников Потому что Я смотрю на Уолтера Он в раздумьях Мне парень Очень понравился Хорошо спел Браво Вот прям В начале Была видна Вокальная Продюсерская работа Макса Вот это голосоведение Но конечно Наверное Немножко времени Не хватило Довести это До вот уже Состояния То есть потом Мне гораздо меньше Понравилось Такой немножко Ученический номер Получился Хотя в общем Общее ощущение Неплохое Спасибо Очень искренне Спета Искренне Трепетно То есть Это что Что касаемо Хорошего Но Но Уж больно не уверенно То есть Не уверенно Как-то так Вкрадчиво Как-то так Не хватило Какой-то Мужской все-таки Составляющей Потому что ты Хоть и молодой Но все-таки Мужчина ведь Так, ты понял? Мужчина Мне не получится По-другому Посмотри на меня Собственно Я тоже знаю Что он может больше Но почему-то Вот сейчас Вообще Расплющило Непонятно почему Нервничает Нервничает Ну может быть нервы Да Но то что он спел Искренне Это да Ну и а дальше Вот все что Ребята сказали Я с ними согласен В общем-то А дальше Максим Будут еще два прекрасных Участника вашей команды Ну да Тогда и подытожим А пока провожаем Игоря Аплодисменты Спасибо И самое время напомнить За какой приз борются наши конкурсанты Победитель проекта Главная сцена В качестве главного приза Получит собственный Гастрольный тур по стране Более того В финале Юрий Антонов Вручит лучшему артисту проекта Главная сцена Свою именную премию И сейчас пришло время Для второй участницы Из этой тройки Юлия Плаксина Встречаем Давай обвинемся Удачи тебе Встречаем 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 Ты тоже, понял? Да Первое выступление На нашем шоу Ощущение было такое, что Будто впервые в жизни После выступления Стоя на сцене Приятные слова услышала Большая часть приятные слова Особенно от человека Которого я Больше всего боялась Она Готовый продукт И вот мне кажется Что она достойно представляла Россию На Евровидении Для меня это было Конечно Самым таким Самым важным Самая важная цель Я еще могу Такие хорошие слова Говорить Да Вот это самое Я стала на сцене Я стала на сцене Так Что я Нервы были вчера Нервы были позавчера Сегодня просто тщательная Ответственная подготовка Мне кажется Что я вылетаю С тональности И из ритма Потому что плохо слышно Вас говорили Так Очень боюсь не справиться Боюсь что Могу вылететь из фонограммы Боюсь что Не зацеплю людей Вот такие Переживания Страхи существуют Конечно Но я очень надеюсь Что получится Все твои крылья Все твои стрелы Нам не помогут Ты проиграл их Оставь меня здесь Иди помоги Люди слепые Нам не простят Ах ангел Нам не простят Что мы друзья Сколько дней вперед За тобой идем Моя нежность Сколько дней вперед За тобой идет Моя тайна 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 Не смогу одна, не смогу одна, не моя вина, что я радость. Ветер голос твой, поиграл со мной, рассказал мне, но мою память. Все твои гилья, все твои стрелы нам не помогут, ты проиграл их, оставь меня здесь, лети, помоги им, люди слепые нам не простят. Ах, ангел, нам не простят, что мы другие. Знаешь, мы никогда не забудем игры, в которые играют люди. Нас с тобой, наконец, на степи, люди, которые играют в игры. Знаешь, мы никогда не забудем игры, в которые играют люди. Нас с тобой, наконец, на степи, люди, которые играют. Ну что ж, Юлия Паксина. Ну, дорогие мои, есть желающие начать процесс? Мне понравилось, как Юля решила этот вопрос с этой песней, потому что вам удалось вот свое что-то внести, причем даже мне показалось, что какие-то народные интонации появились в этой песне, что удивительно. Ну, такой вот открытый голос тембрально. То есть, в принципе, мне понравилось. Спасибо. Спасибо. Мне очень нравится Юля. Все составляющие, необходимые для успеха у нее есть, кроме одного, что называется. Вот, мне кажется, ну, никак она не может найти вот ту заветную песню, которая сможет высветить таки все ее замечательные качества. И тут, конечно, на мой взгляд, безусловно, вся надежда на Максима. И я совершенно уверен, что он с этим справится. И тогда вы засияете, знаете, вот в полную силу. Я вам этого искренне желаю. Ну, что там происходит? Ну, непонятно. Я сейчас не там, честно. Я имею в виду, они оценивают положительно или нет? Ну, пока да, положительно, пока все. А тебе понравилось выступление? Ну, конечно. Ильичка умничка. А свое выступление как оценишь? Не так, как хотел выступил. Не на сто процентов, да? Слушайте, ну, во-первых, тебе желаю спокойствия, потому что сейчас остается только ждать. А тебе желаю успокоиться еще больше. Я хочу сказать, что мне предыдущий парень понравился. Ну, вот он был ученик, а вы в этой команде учитель. Вы артист, и у вас, наверное, будет будущее. Мы специально выбрали такую песню. Она очень сложная. Потому что артистка, в общем, достаточно сильная и может справиться, да, с разными, в общем, по сложности вещами. Но мне показалось, что это, ну, в общем, не справилась она. Мне хотелось больше, конечно, вот, больше точности в эмоциональном смысле. Больше трогательности. Я увидел, наоборот, очень агрессивный поцелк. Спасибо, Максим. Мы провожаем Юлию. Спасибо вам. Отдыхайте, пока. Ну что ж, после выступления следующего участника из этой тройки, наши наставники большинством голосов примут решение, кто из команды Максима Фадеева пройдет в полуфинал. Итак, на сцене Сева Коноген. Встречаем. Петь мою песню была моя инициатива. Я очень хотел, как бы, я для этого сюда и пришел. Нам предстояло выбрать песню. Я просто показал свою песню. Мы сразу пришли к тому, что надо ее петь. Им понравилось. Я очень рад, что им понравилось. Если я почувствую, что это вообще не мое, то есть я не могу это петь, но мне говорят, пой, ну, навряд ли я это буду петь. Они приходят и говорят, что они знают, что им надо петь, они знают, что им надо. Какую прическу, какое платье. Такое количество пафосных уже людей, снобов. Я просто поражаюсь вообще. Откуда что берется? Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Я ее не узнал. Вот. Там совершенно другая гармония и мелодия. Но он спел хорошо, да. Спасибо большое. Я посчитал, что зачем вы хотите делать Макса Фадеева, если можно делать Севу. Абсолютно всем. В моей команде мне конкуренты. Там все крутые ребята, простых туда не брали. Будет битва. Ты и я в темноту за руки доверяя. Там внизу встречи и разлуки. Все. Оставь. 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 Хрупкая планета. Знаешь ты об этом, как в руках. Хрусталя, гость. Каждое мгновение. У которой левил. Memorial doableать. Мне кажется, что уже нет. Я попытаюсь принять, как плечить, словно если не поймут. За хвилий глазах только мысль, Звёзды нам подскажут. Пошу, все ключи от мечты отдану, За меня только клетко держись, держись. Я и ты, за тобой несложные, В уму слов нет красоты, Я твои заложники, я готов. О-о-о-о, радуга над нами, Загадай желанья уже. Загадай сам, ты моя планета, Знаешь ли об этом ты любовь моя. Давай мы с тобой улезти и посмотрим мы сдалека Что понедаронима слегка Что сберечь бы такую ходить Закрыли глаза и только мы с каждой нам подскажут Все ключи от мечты отдадут За меня только века держись, держись Давай мы с тобой улезти и посмотрим мы сдалека Что понедаронима слегка Что сберечь бы такую ходить Ходжин Ну что, вот и выступил последний участник из великолепной тройки И мы обратимся сейчас к наставникам Я, конечно, такая бука и критик И не соответствую своей улыбке Ну мне не понравилась песня Вообще не понравилась Мне даже жалко И я помню парня на кастинге И я понимаю, что он захотел спеть свою авторскую песню И, наверное, сейчас он на меня обижается Потому что песня это как ребенок И когда она рождается в голове у автора Последняя особенно Она обычно самая любимая Самая хорошая Я считаю, что песня никакая Эмоции надуманы И поэтому вот Не хочу быть провидцем Но мне кажется Ни один из нас за него не проголосует И виной этому песня Ну, песня неплохая Не могу сказать, что она претендует на гениальность Она хорошая, крепкая, довольная песня Спел он у нее ярко, да Это не лоховская, не дармовая, не проходная Ну, нормальная песня для нормального альбома Знаете, я хотел бы добить тему песни Значит, песня-то действительно неплохая Здесь просто вопрос Что русский язык Вот к такому стилю никак не привязывается То есть это все пролетает Как совершенно незамеченные отрывистые фразы И все, они не вкладываются в смысл И поэтому теряется общее ощущение песни Поэтому лучше было бы ее спеть на армянском На английском Вообще на любом другом языке Лучше на армянском И я думаю, что было бы гораздо более нам интереснее и приятнее И интонации другие бы появились Потому что это не русская культура И поэтому русский язык здесь немножко ни при чем Вот в этом, мне кажется, ошибка Мне понравилась песня Но единственное, что я могу критиковать Это немножко фолшиво спел Было такое? Ну, это единственное Но мне понравилось Так что молодец Спасибо Продолжается борьба между тремя участниками А перед тем, как в тройке Максима Фадеева будет вынесен вердикт Я бы хотел дать наставникам время для принятия сложного решения А участникам пищу для размышлений А я напоминаю, что у каждого из наших продюсеров Помимо команд с начинающими артистами Есть еще обойма состоявшихся звезд Которые уже доказали свое право считаться лучшими Я с большой радостью приглашаю на главную сцену уникальную артистку Из творческой мастерской Максима Фадеева Это личность большой буквы И пример для подражания Дамы и господа Наргиз Захирова Всех зрителей ждет премьера песни А участников и большой мастер-класс Встречайте! Я стояла на краю земли Больше точно не могу лететь И уходят наши корабли Нам уже, наверное, не успеть Эту песню нам вдвоем допеть Ты моя нежность Ты мое небо За тобой встал Где бы ты ни был Ты мое сердце Ты мое чудо Обниму нежно И с тобой буду Ошибалась много раз Не хотела делать я больней Знаю, ты не веришь Где бы ты ни был Ты мое сердце Ты мое чудо Обниму нежно И с тобой буду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты моя нежность Ты мое небо Ты мое сердце Ты мое чудо А обниму нежность А обниму нежно И с тобой Ты мое чудо И с тобой Аплодисменты Аплодисменты Спасибо. Макс, спасибо. Дамы и господа, Наргиз Закирова! Премьера песни. Спасибо за нее Максиму Фадееву. Ну, а мы приглашаем на эту сцену великолепную тройку команду Максима Фадеева. Под ваши аплодисменты. Друзья, сейчас решится судьба этой прекрасной тройки. Уважаемые наставники, от вас мы требуем только одного. Задание очень простое. Назвать имя и фамилию того, кто проходит в полуфинал. Я бы дал шанс ученику Игорю Пиджакову. Ну, может быть, с некоторым авансом, но все-таки вот в данном случае я за искренность и трепетность. Я за Игоря Пиджакову. Ну, все три здорово спели. Ну, я, конечно, за Юлю «Everything» Плаксину. Уолтер Афанасьев отдает свой голос за Юлю Плаксину. Виктор, ваш выбор. С гордостью и радостью я отдаю свой голос. Я отдаю свой голос за прекрасную девушку Юлю. А это означает, собственно, что, Сева, к сожалению, вы погибаете главную сцену. Мы вам аплодируем. Спасибо за достойное выступление. Но, увы, пока. И теперь только от Максима Фадеева зависит, кто же пройдет в полуфинал. Я очень нервничаю всегда, когда мне приходится решать подобного рода. Я все время переживаю за свою карму и так далее. Это абсолютно честно. Но оценивая сегодняшний день, для меня был искренний Пиджаков. Аплаксина была сильная. Поэтому я дам свой голос Пиджакову. Игорь Пиджаков проходит в полуфинал нашего суперпроекта. Аплодисменты! Друзья, никогда не расставайтесь с нашим любимым проектом. Просто спрячьте его в свой телефон. Вся информация об участниках, все их выступления и, конечно, увлекательная игра. Все это можно найти в мобильном приложении «Главная сцена». Скачивайте его в магазине своего телефона или на нашем официальном сайте. Сцена.тв А у нас на очереди следующая тройка участников. И это команда Константина Миланца. Элина Орлова, Роман Данилов, Сардор Милана. Все, это непрохождение. Однозначно фаворит. Однозначно фаворит и, по-моему, ему надо выиграть. После эфира мой телефон буквально зарядка не выдержала, потому что приходило по тысяче сообщений. Мы с Константином Шатаевичем выбрали просто великолепную композицию. Она называется «Нелла Фантазия». Изначально это была просто мелодия без слов. Ее написал знаменитый Энио Морриконе для фильма «Миссия». Он считал, что еще не родился тот поэт, который может написать слова к этой песне. И вот спустя только три года он разрешил наконец-таки Сари Брайтман исполнить эту композицию. Я боец по жизни. Я буду биться до конца. Сари Брайтман исполнить эту композицию. Сари Брайтман исполнить эту композицию. КОНЕЦ 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 ЗАНТО ЗАНТА СОДОКСКИ КОНЕЦ СОДОКСКИ КОНЕЦ КОНЕЦ Валерий Курас Два слова. Это, конечно, номер из какого-то кинофильма «Пятый элемент». То есть это что-то необыкновенно красивое. И я вспомнил, был у нас такой артина Эрик Курмангалиев. Но, конечно, вот у этого артиста, у него такой диапазон и внизу, и наверху, но диву даёшься. Вы знаете, если этот парень вообще победит в проекте, то я буду гордиться, что я принимал в нём какое-то участие. Мне кажется, что я волновался больше, чем с «Ордор» даже. И слегка даже, мне кажется, осип. В принципе, задача нашей команды состоит в том, чтобы попытаться популяризировать этот жанр, в принципе, в нашей стране. И вот, мне кажется, с помощью вот именно этого человека есть шанс это сделать. Потому что он сочетает в себе совершенно фантастическую, какую-то марсианскую внешность и какой-то совершенно парадоксальный для такой внешности вокал. Я чувствую, что на этом проекте очень много конкурентов. Чего бы я позаимствовал у других людей, это самоуверенность. Я не могу пробиваться куда-то, то есть я не такой пробивной. Я, как будто внутри себя хочу идти вперёд, но уверенности, напора, вот этого мне не хватает. Когда я спел, мне немного покритиковали, сказали, что песню выбор выбрал не по возрасту. Ощущение, как будто мальчик одел, скажем, папины штаны или пиджак папин. Когда мне объяснили, как будет выглядеть мой номер, там генеральная репетиция, всё это на сцене, я, честно говоря, такое даже представить не мог. Мы стараемся подбирать каждому репертуар и постановку номера. Это примерно так, как подбирают одежду, скажем, или как шьют одежду индивидуально и по фигуре, что называется. Это очень классный номер, я даже не знаю, то есть, может быть, ещё у такого пары участников есть такие офигенные номера. Победит тот человек, в ком наставники найдут наибольшую изюминку. Победит тот человек, в ком наставник, в ком наставник, в ком наставник, в ком наставник. Субтитры сделал DimaTorzok 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 I have nothing left to lose You take your time to choose I can tell you now Without a trace of fear That my love will be forever And we'll die, we'll die together I will never Cause our love will be forever And we'll die together And we'll be right back to the show 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 И мы все-таки Дома напоминаю надо Да Глаза зажечь И все И сделать полет настоящий Я изучала японский язык в 15 лет И выучила огромное множество песен На японском языке Вот хотелось бы на проекте С такой песней выступить Хотя даже если бы я предложила японскую песню Продюссерам А они бы не согласились Это очень рискованный шаг Мне главное забыть о своем волнении, о своих переживаниях, о каких-то проблемах И выйти совершенно освобожденной от всего этого Тогда у меня получится выступить так, как это нужно И как этого хотят, и как это бы понравилось публике Может быть мы вместе, только в некоторых минутах Если ты, мы будем слушать В небе, в небе, в этот мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И холодновато чуть-чуть Потом к концу произведения Раскочегарились, как говорится И все стало именно так Как, собственно говоря, нужно И должно Одним словом Молодец Блестяще, браво Давайте, согласно правилам Поаплодируем всей тройке участников И пригласим их на сцену Уважаемые наши наставники Нам нужно ваше профессиональное решение Нам нужны имя и фамилия полуфиналиста Игорь Матвиенко Сложная задача Ну, знаете, все-таки, наверное, за Элину я проголосую Элина получает первый голос от Игоря Матвиенко Виктор Дробыш Сардо Сардо Рбилана получает один голос От Виктора Дробыша Я напоминаю, по нашим правилам В полуфинал проходит тот, кто наберет просто большинство голосов Ну, за оригинальность, индивидуальность Сардо Максим Фадеев Я вот смотрю на всех на экранах Они такие красивые у них Столько достоинства у них Прям одно удовольствие Но я отдам свой голос за оригинальность За Сардо Сардо Румилана отдает свой голос Максим Фадеев И это означает, что, увы, Элина и Роман Вы покидаете главную сцену Мы с вами прощаемся Эти аплодисменты вам Спасибо, спасибо Несколько слов хотел сказать Игорь Игоревич Будьте добры Я не несколько слов Я хотел просто задать вопрос Роману Готов ли ты попробовать себя В качестве одного из солистов Бойсбенда? Разумеется, готов Разумеется, готов Тогда мы его спасаем Вот так история, да? Сардо Румилана и Роман Данилов Проходят в полуфинал А блистательная красавица Элина Самое достойное выступление, да Мэтры, осуществлявшие отбор ранее Так прониклись к нашим участникам Что решили и дальше поддерживать их Своим опытом и талантом Пацан спел так, что я плакал, сидел Но он настолько юзко спел В танцу Ну понятно Это настолько было искренне Я считаю, что главная задача была выполнена Я, во всяком случае, на это очень надеюсь Я счастлив Они так переживают Как будто в жизни происходит Какое-то самое главное событие Единственное, кто держится более-менее Это Юля Извините, что не оправдала Они верили в моя семья А я что-то так разы Что-то не то Конечно, я считаю, это такое сейчас Волнительное настроение, да Я думаю, что вас поддерживают зрители Народ сразу же начнет хлопать А это уже сразу вас успокоит На самом деле, все в руках, все в голосе Все, да Все наше А сегодня что будет? Сегодня будет песня, которая... Сейчас, и рассказывай Своя? Конечно Будет песня Дорогие друзья, если вы опоздали к началу эфира Не расстраивайтесь Все эпизоды нашего шоу Самые запоминающиеся выступления участников Вы можете в любое время дня и ночи Посмотреть на официальном сайте телеканала Россия Russia.tv А мы с нетерпением ждем выступления Следующей тройки из команды Игоря Матвиенко Вот ее состав Зелимхан Тимирсултанов Влада Сергеева И Александр Огородников Я человек недружелюбный, сразу говорю Не знаю, почему это Но как-то мне сложно доверить сразу человеку И в диалог я тоже плохо вступаю в этот план У всех есть шансы на этом проекте Но мои тройки большие проблемы Потому что там я Чтобы время не тянуть и чтобы нам до утра не сидеть Мы готовы его взять По-моему, кому хотел И я очень рад, что Последующее знакомство с Игорем Игоревичем Матвиенко Меня только воодушевило Хороший божик Выбирали песню К Ченнерфиналу очень долго Сложность заключалась в том, что нужно было выбрать Очень известную песню Там жюри сидит Уолтер Афанасьев И он мочит там Но если по-английски плохо поет, тогда не надо С вокалом мы заработаем Вот если есть артистическая харизма И есть посыл в зал Значит с этим человеком уже можно работать Абсолютно уверен в свои силы Там репетировано всё досконально Не сомневаюсь Не спрашивай по-английски Не спрашивай по-английски Не спрашивай по-английски Как он звонит колокол Он звонит по тебе Мой брат Когда война на пороге Нам не убежать, не спрятаться Надо просто выбрать оружие Которым сражаться Когда война на пороге Неважно, воин, рабочий, поэт У всех свое место в истории И лишь предателям места там нет Когда война на пороге Нам слышен голос советных времен Русские своих не бросают, это закон Когда война на пороге А мы знаем, что значит война Пробуждаются древние боги И герои встают от осна Когда война на пороге Нам не убежать, не спрятаться А за ними миллионы, миллионы, миллионы Миллионы, миллионы, миллионы И каждый готов Когда война на пороге Когда война на пороге Александр Огородников Я в первый раз вообще слышу в таком стиле музыку Во-первых, поздравляем, все уже позади Спасибо, здорово, что можно Не напрягайся, все уже Вперед, вперед Ну вот смотрите Ощущение, вот Игорю опять же за это спасибо Я, конечно, не слушаю такую музыку в машине Или там, ну и дома, да Но ощущение, вот это патриотическое ощущение Оно сглаживает абсолютно все Лично для меня Потому что мне захотелось стать рядом Пойти, значит, вот вперед Впервые, Максим, наставники Впервые открыто признают, что текст песни тоже важен Важен, конечно Это впервые происходит здесь, на главной сцене Музыканты здорово сыграли Это очень хорошо Но я фактически пасифист, так сказать Пасифист Я не понимаю песни про войны Так что, ну мне понравилось, но я просто не понимаю Что скажет наставник маэстро Игорь Матвиенко? Я скажу, во-первых, что песня «Миллионы» Александра Скляра Я считаю, одна из лучших патриотических песен написана К сожалению, не моя песня Но мне мало нравится патриотических песен Вот эта песня, она настоящая Песня сложная, хотя пить там особо нечего Но вот это состояние, которое там находится И его нужно, конечно, передавать именно внутренним содержанием Вот этого, конечно, не хватило То есть, я понимаю, волнение было в начале Но вот иначе патриотизм становится таким немножко лубочным А это хуже быть ничего не может Пока это не вот не хай-класс Ну, одним словом Спасибо Спасибо Смело мы в бой пойдем, так сказать Александр, мы вас поздравляем Для вас практически мучения уже закончились Пока спасибо Спасибо Отдыхайте Отдыхайте Напоминаем, что победителя проекта «Главная сцена» ждет супер-приз Собственный гастрольный тур по стране Григорий, как ты думаешь, а ведущих возьмут в этот гастрольный тур? Мы там будем нужны? Ну, Гарик, если ты решил бесплатно прокатиться по России Надо было идти в машинисты поезда «Калининград-Владивосток» Ну, например Если тебе нужны гастроли, надо было идти в участники Как это сделала следующая конкурсантка Влада Сергеева Влада Сергеева, встречаем Встречаем Владе всего 16 лет Но ради учебы в колледже искусств Она переехала из-за родной Самары в Москву Поэтому участие в главной сцене Совмещает с учебой и работой Это, можно сказать, моя практика Я помню Я живу во всежитии с моими девчонками На самом деле, очень классная и теплая обстановка у нас Мне очень нравится Главное – все успевать Утром лекции, вечером репетиции Мне кажется, вы должны плакать, когда вот такая девочка будет петь У Матвиенко в команде быть – это очень круто Слушай, а ты знаешь, что гиалуроновая кислота бывает в виде крема? Да Вот, смотри Гиалуроновый крем LibreDerm отлично увлажняет кожу А продается в аптеках Спасибо Даже не представляло то, что во все это попадло И вообще очень интересно увидеть изнутри, как все это происходит на самом деле Ведь это все не так, как по телевизору СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА а пышка а и а а а а и а а а а и а и и и и и и и и а а и и а и а 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 мышка а и а а а и и и Ой, 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 Любовь, Даличь отчёт одно, Ой, пока солнышко Ромалы не зайдём, Ой, пока солнышко романы не взойдет. Ну, как вам? Несколько шагов вперед. Не волнуйтесь, все закончилось уже сейчас. Мы узнаем мнение наших профессиональных наставников. У нас какой-то полу-цыганно-грузинский проект, армянский. Не понимаю ни в том, ни в другом, ни в третьем, по большому счету, умничать не буду. Постоянно спрашиваем с Валтером Макса. Максим, это по-цыгански? Макс говорит, да вы что сможете? Нет. Я специально не дал слово Максиму, предвосхищая, что сейчас начнется. Сейчас начнется, даже не сомневайте. Главное, что я свои три копейки вставлять в это не буду, потому что не особо силен. Но в целом платье терракотовое, девушка с волосами и, в принципе, и ноты не фальшивые. Вот и все. Было слышно, что вы очень волновались, к сожалению. Прямо было такое ощущение, что у вас не хватает дыхания чуть-чуть на окончании фраз. Знаете, вы так сползали. Вот. То есть, вот, все-таки мне кажется, что с волнением справиться в полной мере вам не удалось. И это смазало эффект. Значит, у цыганского пения существует определенная специфика. Какая специфика? Это пение, которое веками, тысячелетиями создавалось нашими предками, вот шло оттуда, оттуда, совсем оттуда. У него есть одна специфика, потому что цыганская песня – это песня всегда плача. То есть, нотки всегда должны надрываться и падать. Вот что такое цыганское пение. Этим владеть очень непросто, поверьте мне. Поэтому девочка не справилась. Более того, она очень волновалась. Это было очевидно. Но совершенно милый человек, волнующийся на сцене. Мне очень интересно было бы послушать мнение коллег. Потому что мы же тут вот и в данный момент мы работаем и думаем, что же делать с артистами. Я думаю, что в данной ситуации это вот чисто наша продюсерская недоработка по многим параметрам. Я вот сейчас это признаю, потому что в данном номере должна была все-таки группа находиться на сцене. Не нужно было одевать это платье загламуренное. И все должно было быть гораздо проще и естественнее, что ли. И самое главное, значит, мы не хотели дать аутентичную цыганскую песню. Это, конечно, стилизация. То есть это вариации на тему цыганской песни. Все знают очень хорошо эту песню «Солнышко», которую всегда поют цыгане именно вот там двухголосим, трехголосим. И это всегда примерно одинаково. Вот мне хотелось попробовать, чтобы именно практически ребенок спел это немножко с другим отношением. Чтобы получилось вот какое-то... И мне показалось, что вот было это ощущение. Но, может быть, это субъективно. Спасибо, Игорь. Провожаем прекрасную певицу. Она чуть-чуть волнуется. Как снимают главную сцену? О чем не договаривают члены жюри? Кто болеет за конкурсантов дома? Неизвестные подробности главного вокального шоу страны? Читайте в ближайшем номере еженедельника «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. А сейчас последний участник тройки Игоря Матвиенко, Зелимхан, Тимир Султанов. Встречайте! Я на самом деле не самый общительный человек. И то, что вы здесь берете у меня интервью, я много болтаю. Это может, у меня нет другого выхода. Я приношу свои извинения. Я очень сильно волновался. Ну а чего? Все нормально. Когда Макс Матвеев сказал, Зелимхан, передайте огромный привет Чеченской республике, я уже подумал, ничего себе, меня домой отправляют. Но сомнений не было. Я был уверен, что получится. Я провожу. У нас большая команда работает. И у нас, как в армии, они ходили все на репетиции, все было время расписано, все приходили вовремя, никто не опаздывал. Один раз вдруг исчез у нас Зелимхан, но потом нашелся. Я предупредил еще раз, если исчезнешь, все, больше петь, танцевать не будем. Вообще на этом проекте я считаю, что у меня нет соперника. Не потому, что я крутой или я хороший музыкант, но потому, что я приехал не чтобы соревноваться, Я пришел, чтобы развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Константин Милатце. Буду краток. Я голосую за Зелимхана. Зелимхан-Тимир Султанов. Спасибо большое. Уолтер Афанасьев. Я тоже за Зелимхан. Виктор Дробыш. И хочется внести интригу, и перед Владой извиниться за критику. Но Зелимхан был лучше, да. Это, собственно, означает только одно, Григорий. Уже три голоса, да, у Зелимхана, Тимир Султанова. Поэтому главную сцену покидают два остальных прекрасных участника этой тройки. Тройки Игоря Матвиенко. И получают свою долю аплодисментов. И, к сожалению, уже практически невозможно ничего изменить. Потому что остался голос Максима Фадеева. Мы, конечно, вас выслушаем, Максим. За кого вы отдаете голос? Я за Зелимхана. Получается, что единогласно победил Зелимхан. Ну, так тому и быть. Зелимхан Тимир Султанов отправляется в полуфинал. А мы аплодируем двум прекрасным молодым людям. Первый четверть финал и безоговорочная победа сразу. Я выбыл из проекта. Это как забрали конфету, которую я только-только попробовала и сразу забираю. Это ужасно. Я просто понимаю, что я жила этим проектом. Просто это как будто ты попадаешь в какую-то новую жизнь. Но я уже привыкла к этой обстановке в студии. Вообще у Матвиенко в команде быть это очень круто. Артисты для меня – это дети. Да, это прям реально дети. Иногда дети больные. Но мы их лечим. У Игоря Матвиенко безошибочное чутье на настоящих артистов. Он уже открыл нам целую плеяду звезд. И продолжает открывать здесь и сейчас на главной сцене. Вот в этой песне сделать такое вот начало, совершенно, чтобы никто не ожидал. И все песни, написанные Игоря Матвиенко, они стали народными. И поют в кругу друзей, их поют на праздниках, их поют в походах. Игорь Игоревич, и вне зависимости от вашего желания, ваше имя войдет в историю отечественной музыкальной культуры. Информационный партнер главной сцены – одна из самых популярных российских радиостанций «Русское радио». Ежедневно лучшие отечественные хиты на 105,7 слушают миллионы радиослушателей по всей стране. А у нас осталась только одна команда. Это тройка Виктора Дробыша. Группа Керси, Таня Щербина и Деколля. Мы поем авторскую песню. То есть это песня, которая, раз, написана мной, два, она сделана мной в студии с ребятами. И три, наверное, я ее чувствую, потому что я, в принципе, пою о том, что чувствую. Все, без хэви-метала не приходи. Виктор Дробыш – это классный мужик. Он сказал сразу, ребята, вы мне нравитесь, будьте такими, какими вы есть. На самом деле, это первые ребята, которых можно назвать вот этим достаточно серьезным словом «артист». Группа The Kola. Он же не умеет петь, и никто не говорит, что он серьезный певец. Но он смог себя собрать и сделать такой вот номер. Для меня это был как цирк, но я проголосовал за него. Задача – оторваться, протащиться от выступления. Сделать так, чтобы зритель протащился от выступления. Причем каждый зритель, не только тот, у которого фамилия Меладзе, либо Фагеев, а тот, у которого фамилия Григоренко, либо Петрова. И причем не нужно ни в коем случае кому-то из них отдавать предпочтение. Одной рукой, девчонки, я возьму себя за спину, другой я очень крепко грудь свою свяжу. Забирайте же скорее себе отличного мужчину, пока я его такого непокорного держу. Кто не танцует с нами, тот танцует против нас. Я такой пьян, мне не надо другим, мне бы градус не сбить, не хочу понижать. Там есть ты, там погоды такие, ртом молекулы счастья можно жадно глотать. Что за дела? Сердце бьется так странно, пропуская удары. Один за одним сорвать бы себя, чуть погаснув женим. Парни как макасины, Лепую каждый второй, Чтоб ты завтра проснулась, Отличный мужчина, я сегодня засну с тобой! Парни, как макасины, левую каждый второй Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина Я сегодня, сегодня, сегодня засну с тобой Таких, как ты, в супермаркетах нет Не найти на ebay, не пожить под заказ Может, еще где-то есть на планете Кто-то вроде тебя, мне не важно сейчас На каплуках, как на пьеде сталь Невозможного блеска, памятник красоты Что же себя подмешало мне, ты знаешь А я еще готовлю круто Парни, как макасины, левую каждый второй Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина Я сегодня засну с тобой Парни, как макасины, левую каждый второй Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина Я сегодня, сегодня, сегодня засну с тобой Братья и сестры, любите друг друга по-настоящему А я, как купидон массового поражения, вам помогу в этом Поставляйте сердца, глаза для моих левидов И доктору чуть-чуть Парни, как макасины, левую каждый второй Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина Я сегодня засну с тобой Парни, как макасины, левую каждый второй Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина Я сегодня, сегодня, сегодня засну с тобой Я тебе понятно, красота Спасибо, друзья и подруги Группа «За Коля» Группа «За Коля» Ну что ж, произведение вы услышали Теперь ваше мнение Ну, знаете, когда всегда на сцене есть жизнь Это всегда радует И, конечно, это замечательное шоу Замечательная песня, глубокая Она нужная сегодня Содержательная Да, да Костя Миланцев Я Коля давно знаю И он меня тоже давно Мы когда-то работали вместе Он такой человек-будильник То есть человек-оптимист Который всегда может Внушить правильный настрой и так далее Мне, мне понравилось выступление очень Хотя раньше Коля играл такой Такой жуткий панк-рок И мне это тоже очень нравилось И может быть даже в большей степени Чем вот такая музыка, которую он сейчас играет Но, одним словом, он молодец И я желаю, Коля, тебе удачи В любом случае Спасибо Независимо от того, как произойдет голосование Я считаю, что это сложившийся коллектив И мне очень приятно было с ними поработать Не знаю, как долго это будет Но очень приятно стоять рядом с группой за Коля Коля, ты красавец, ребята, вы молодцы Спасибо вам большое, вы не подвели Спасибо Что происходит, когда на главной сцене гаснет свет и выключают камеры? Все секреты главного вокального шоу страны В свежем номере ежедневника «Комсомольская правда» И на сайте kp.ru А мы ждем следующих участников из стройки Виктора Дробыша Это группа «Керси» На отпорочном жюри мы в первую очередь кайфанули от звука Было реально классно выступать на этой сцене первый раз На самом деле мы особо не ждали никакой ответной реакции от жюри Настолько музыкально, что это просто респект, уважуха! Когда нам сказали 4 да, мы такие, типа, о, приятный бонус, очень круто Сегодня мы будем играть трек Джорджа Майкла Выбор этот дался нам трудно, потому что мы планировали играть другую песню Но Виктор Яковлевич сказал свое авторитетное мнение Хочется, чтобы каждый номер, он был вот прям, чтобы потом все говорили А где на Ютюбе есть, вот я бы еще посмотрел, там еще отпадал Вот так, как вот у вас есть на Ютюбе номера, например Я хочу, чтобы вы не сделали, чтобы это было такого уровня, чтобы после этого была отдача такая Мы подготовили, сделали, все по уму Мне кажется, это будет круто Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне вообще очень нравится эта группа Причем они настолько музыкальные, мне кажется, что бы они ни делали, у них все получается Я бы с удовольствием увидел вас в финале Потому что мне кажется, у вас такой потенциал А полуфинал-то перескочить не получится Извините, я бы с удовольствием увидел вас в полуфинале Я люблю эту песню Мне ребята понравились Хочу сказать вам спасибо, что вы выполнили задание Может быть, отчасти был мой продюсерский просчет Потому что песня Джордж Майкла и сложная, и, может быть, не самая выигрышная Мы не смогли свести с ума Макса Фадеева Оставили такую задачу Будем работать и будем что-то искать такое Если проголосуют за вас Может, не будем ждать Мы забываем, что моим соведущим является один из самых крутейших певцов на данный момент в России Григорий Лепс И мы его никак не используем Ну никак Я вам за это искренне благодарен Виктор, в моей жизни музыки хватит Понимаете, если мы сейчас начнем использовать их с Григорием Лепсом, то это будет неинтересно Спасибо, Виктор, выручил Во-первых, это будет тяжело для Григория Во-вторых, это будет не очень интересно Я вот вижу, справа сидят девчонки Вот если объединить Девчонки, вы имеете в виду бурановских бабушек? Да Девчонки! Здравствуйте! А вы можете выйти на сцену? Это возможно? Вы готовы к импровизации? Давайте поаплодируем бурановским бабушкам и пригласим их на сцену! За кадром За кадром Водишко, ввязь меня, возьмешь ко О, ты не будешь, будешь Не знаю, как ты Водишко, ввязь меня, возьмете Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Очень красивый номер. Конечно, конечно. Спасибо. Даже нужным. Надо быть поближе к наставникам, ведь от их мнения Таня зависит сегодня все. Проходите вы дальше в полуфинал или нет, мы узнаем через несколько мгновений. Пока что только комментарии. Игорь Матвиенко. Мне кажется, Таня создает настолько цельный образ вообще вот всего, что и песня, и я должен похвалить просто дизайнера Виктора Яковлевича Дробыша, потому что как подобрал платье, цвет, фактуру, но вообще эти девушки все такое нежно-пастельное. И, конечно, чудесная песня. Мы с удовольствием с Волтером Афанасьевым пришли бы в клуб, где вот вы будете предвосхищать текст Волтера Афанасьева. Позовите нас, мы с удовольствием послушаем ваш концерт именно с вашими песнями, потому что я понимаю, что эта песня авторская. Вы чудесная, цельная исполнительница. Спасибо. Спасибо вам большое. Константин Меладзе. У вас песня называется «Шелестом ресниц». Какой же длины нужно иметь ресницы, чтобы они шелестали? Константин, современные технологии позволяют не это. Я, кстати, видел такие ресницы. Некоторые ресницами могут звонить в дверь. Если говорить серьезно, ну, так душевно, так это нежно и проникновенно. И вы, правда, написали очень хорошую песню. Очень хорошую. Спасибо вам большое. Это правда. И вы очень красивая. И так это все, на самом деле, цельно. И вот, видите, для того, чтобы достучаться до сердец, не обязательно кричать. Оказывается, можно сделать это совсем по-другому, гораздо более сдержанно и нежно. И при этом растрогать до слез. Спасибо большое. Спасибо большое. Уолтер, у вас рука тянется к микрофону сама. Да, пожалуйста. Спасибо. Я не знаю, как попали в тройку такие замечательные артисты, но вот эта девушка мне просто... Я бы каждую ночь поставил вашу песню, вот эту музыку. Короче говоря, мне очень понравилось. Спасибо. Вы знаете, я пользуюсь случаем, как продюсер, я понимаю, что мы, когда на нас смотрят миллионы телезрителей, быстренько должны хитануть все лучшее. Поэтому я сразу хочу сказать, это не Таня Щербина, это Miss Sound Day. Miss Sound Day, запомните это имя. А что это значит, Miss Sound? Это ее артистическое имя. Я понимаю, что в переводе означает. Miss... Звукосресение, вот так можно сказать по-русски, да? Тяжело, конечно, с армянами, тяжеловато, когда... Я просто пытаюсь донести для всех зрителей, вы же хотите, чтобы они как бы запомнили ее? И самое главное, что мы сделали, я сказал, что эту песню страна должна услышать, независимо от того, пройдешь ты в полуфинал или не пройдешь. Но то, что это одна из любимых моих певиц на сегодняшний день в нашей стране, это факт. Я при всех хочу это сказать. Это одна из самых моих любимых певиц. Чем бы дело не кончилось, я считаю за честь с ней сотрудничать. С вашего позволения, Таня, мы вызываем ваших коллег, ваших друзей из прекрасной тройки команды Виктора Дробыша на главную сцену. Поддержим их. Дорогие наставники, уважаемые наши продюсеры, всего два слова. Кто проходит в полуфинал? Дробыш поставил нас в такую ситуацию, совершенно невозможно. Я не понимаю, что делать. Ну, пожалуй, все-таки группу, я не могу запомнить название ее. Вы имеете в виду Керси? Керси, да, Керси. Ну, правда, сложно очень выбирать. Потому что каждый раз прямо вот по-живому. И до конца не понимаю, что сказать до последнего момента. Я все-таки проголосую за Колю. Я за Таню. Таня Сандей! Мнение разнется. Все может решить голос Волтера Афанасьева. Нет, пожалуйста. Или всех, или никого. Я не знаю, как выбирать. Или всех, или никого? Я не знаю. Это просто тройка такая попалась, что это просто мечта и со всеми работать. Я вот так считаю. Это не моя команда. Но, может быть, как-нибудь попаду к вам. Я не знаю, как. И тем не менее, Волтер, тем не менее, мы вынуждены вас просить назвать имя полуфиналиста. Я вот Таню. Выбираем. Таня Мисс Саундей. 1-2-1, да? Да. Но уравняем шансы. Кирси. Спасибо. Деколя покидает главную сцену. Спасибо, ребята. До свидания. Это прекрасная команда. И вам, мира спорта, рок-н-ролла вам. Уважаемые дамы и господа, аплодисменты прекрасным одесситам группе Деколя. Они, конечно, были изюминкой наших отборочных торгов. И сегодня показались неплохо. Но, увы, по законам нашей программы, нашего шоу остались группа Кирси и Таня Мисс Саундей. И членам нашего жюри, нашим наставникам, нужно еще раз переголосовать. Я останусь при своем мнении. Полуфинал проходит группа Кирси, по версии Игоря Матвиенко. Максим Фадеев. Полуфинал проходит. Я тоже при своем мнении. Мисс Саундей. Группа Кирси. Но я все-таки за Таню. Все-таки за Таню. Опять 2-2. Но ситуация отягощается тем, что остался последний голос. Голос маэстро Виктора Дробыша. И вам, Виктор, видимо, такова судьба. Вам и решать, кто из них проходит полуфинал. Можно я нарушу правила и стану со своего стула? Тань, подойди ко мне, пожалуйста. Можно я тебя обниму? Прости меня, пожалуйста. Группа Кирси. Группа Кирси. Таня, вы покидаете главную сцену. Спасибо. Слово победителям группе Кирси. Ребята, выйдите на аванс-сцену. Вот они новые герои нашего шоу. Вот они полуфиналисты. Ребята, пару слов. Это было реально волнительно. Спасибо большое, Виктор, что уравняли счет в нашу пользу. Вот мы вас не подведем. Ребята, спасибо и вам за участие. И если честно, я скажу вам то, что я никогда не думал, что окажусь на этой сцене. Я обычный парень из Кемерово. Просто-напросто у меня есть мечта. И знаете, она сбывается. Прямо сейчас моя мечта играть музыку для людей. И, извините, я немножко переволновался. Не переживай, не переживай. Все нормально. Всем спасибо большое. Первый четвертьфинал столкнул наставников с выбором невероятной сложности. По условиям конкурса в полуфинал должны пройти только пять ключевых. Но уровень выступлений оказался так высок, что наставники не смогли расстаться. И это лишь отрочка. Выбирать все равно придется. Победитель главной сцены может быть только один. Итак, мы видим перед собой первую шестерку полуфиналистов. Вот они, эти первопроходцы. Зелимхан Тимирсултанов. Сардор Милана. Роман Данилов. Игорь Пиджаков. Группа Фолк Бит РФ. И группа Керси. Впереди у нас еще три четвертьфинала. Затем два полуфинала. И финал, в котором телезрители канала «Россия» в прямом эфире выберут лучшего артиста страны проекта. Главная сцена. А через неделю мы увидимся на втором четвертьфинале. Нас ждет встреча с новыми тройками от каждой команды. С вами были Гарик Мартиросян и Григорий Лепс. До новых встреч на канале «Россия». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин